Силуанов не исключил снижение цен на нефть до 40 долларов. При отказе ОПЕК-плюс от сделки по снижению добычи нефти, цены на нее могут опуститься до 40 долларов за баррель. Это скажется на курсе рубля, в меньшей степени на инфляции, но шоком для экономики не станет благодаря накопленным резервам. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Фото, Григорий Сысоев, РИА Новости. Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК, и не входящая в картель государства, в том числе и Россия, в конце 2016 года заключили соглашение о сокращении добычи нефти, чтобы стабилизировать цены на мировом рынке. Договоры иности дважды продлевались. В начале декабря 2018 года партнеры заключили новое соглашение, которое будет действовать до 1 июля 2019 года. Что будет после, пока не ясно. Решение нет, вопрос пока обсуждается, сказал журналистом Антон Силуанов. Цена нефти «Брэнд» поднялась выше 71 доллара за баррель. По словам Антона Силуанова, есть дилемма, продолжать вместе с ОПЕК дальше терять рынок, который занимают американцы, или выйти из соглашения. В последнем случае цены снизятся, и тогда новые инвестиции, добыча нефти в Америке тоже снизятся, потому что себестоимость добычи сланца выше, чем себестоимость классической добычи, приводила цитату Силуанова агентства ТАСС. В любом случае действие соглашения об ограничении добычи когда-то должно закончиться, констатировал первый вице-премьер. Мировой спрос на нефть прирастает примерно на миллион баррелей в сутки. Но все равно мы видим, что американская нефть все больше и больше занимает долю на мировом рынке. «Согласятся с такой дальнейшей тенденцией партнеры из ОПЕК не знаю», – сказал он. Пока цены на нефть держатся в районе 70-71 доллара за баррель, но если соглашение о сокращении добычи в формате ОПЕК плюс не будет продлено, котировки могут упасть. Силуанов напомнил, что цены на нефть до 40 долларов за баррель и ниже уже падали. Если черное золото вновь подешевеет, вопрос будет заключаться в том, насколько долго продлится период низких цен. «Может, и полгода, может, и год», – не исключил он. «Конечно, это скажется на курсе рубля», – не стал скрывать Антон Силуанов. «На инфляции в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но безусловно, мы это почувствуем на себе», – отметил первый вице-премьер. При этом он добавил, что существенных последствий для российской экономики при отказе от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК плюс и снижения нефтяных котировок, не будет. «Мы сейчас готовы, резервы у нас есть», – подчеркнул Силуанов. В пятницу цена нефти Brent на биржевых торгах снова превысила отметку 71 доллар за баррель. Эксперты объясняют рост нефтяного рынка падением производства черного золота в Ливии и Венесуэле. Однако основным драйвером, по их мнению, является все же соблюдение договоренностей по сокращению добычи нефти в формате ОПЕК плюс. Минфин дал прогноз по курсу рубля, нефти и инфляции до 2036 года. «Если действие соглашения после 1 июля все-таки будет прекращено и цены на нефть упадут до 40 долларов за баррель и ниже, правительство может принять решение не тратить средства Фонда национального благосостояния, ФНБ, даже при достижении порога инвестирования в 7% ВВП. Это может случиться уже к концу 2019 года», — сообщил Антон Силуанов. «Мы сейчас заинтересованы в дополнительном стимулировании экономики. Средства ФНБ и один из возможных финансовых ресурсов для этих целей», — напомнил первый вице-премьер. «Но их можно не тратить, если мы увидим существенное снижение цен на нефть. Тогда, конечно, будет уже не до инвестиционных проектов. Будем держать эти деньги для финансирования наших расходов». По данным Министерства финансов РФ на 1 апреля, объем Фонда национального благосостояния достигал 3,828 трлн рублей, что эквивалентно 59,138 млрд долларов. ЗМАРТ-резервы сократились на 59,6 млрд рублей. Экономика отрасли нефть и газ сокращения добычи нефти.